Всем привет дорогие зрители, с вами канал Games Mafia и 48 по счету игровой консольный дайджест, напоминаю, это рубрика, в которой мы разбираем главные, актуальные и последние новости за уходящую неделю. Так что не будем больше затягивать и приступаем к разбору. Sony заключила партнерское соглашение с Discord. В начале следующего года популярный сервис для общения будет интегрирован в инфраструктуру PlayStation Network. Компания Sony объявила о сотрудничестве с создателями популярного сервиса Discord, которым в течение месяца пользуются более 140 миллионов человек по всему миру. Уже идет активная работа над объединением Discord с социальными и игровыми возможностями PlayStation Network. В начале следующего года планируется тесная интеграция Discord и PlayStation Network с целью предоставить пользователям PlayStation больше возможностей, связанных с общением и объединением в группы. Замечательная особенность, если на консолях PlayStation появится Discord, которому я более чем уверен, будут рады многие. В 2022 году планируется запустить в производство новой ревизии PlayStation 5. Как сообщает тайванское издание DigiTimes, ссылкой на свои источники, Sony во второй половине 2022 года планирует запустить в производство обновленной ревизии PlayStation 5. Якобы новые консоли будут нести на борту улучшенный 6-нанометровый чип от AMD, к слову, сейчас на борту PlayStation 5 стоит 7-нанометровый чип. Переход на модифицированный процессор сделает консоли тише, холоднее, а также снизит потребление энергии. Вероятнее всего, изменения затронут только комплектующие системы, внешний вид PlayStation 5 останется прежний. Ранее Sony сообщила, что из-за дефицита полупроводников увеличить производство PS5 у компании получится не раньше марта 2022 года. На компанию Sony был подан коллективный иск. Причина – монополия на продажу цифровых копий игр. Компания Sony Interactive Entertainment действует в условиях незаконной монополии, ограничивая покупку игр для PlayStation своим внутренним магазином, утверждают потребители в коллективном иске. Иске указано, что уже прошло два года с тех пор, как компания лишила возможности продавать в рознице коды для активации игр в PlayStation Store, Таким образом, сам цифровой магазин Sony стал монополистом. Только там можно приобрести цифровые копии игр. Иск мотивирован тем, что текущее положение компании позволяет ей устанавливать в отсутствии конкурентов необходимые цены. Порой они превышают стоимость физических версий игр, цены на которые конкурентны. По подсчетам истов, это вынуждает потребителей платить на 175% больше за цифровую версию игры по сравнению с физической. Также нужно учитывать, что на производство и логистику физической копии игры тратятся определенные средства, и себестоимость ее гораздо выше. А в конечном итоге зачастую мы встречаем физическая копия игры на старте на порядок дешевле, нежели цифра. Хотя по факту должно быть наоборот. На официальном ресурсе PlayStation Blog показана обувь, вдохновленная внешним видом PlayStation 5. Кроссовки PG5 PlayStation 5 Colorway созданы в сотрудничестве с баскетболистом Полом Джорджем, дизайнером PlayStation 5 и Nike. Они поступят в продажу уже 14 мая. Официальный прайс пока что неизвестен, но одно я знаю наверняка, что под эти кроссы вам однозначно нужно будет обзавестись штанами за 40 гривен. Твою мать, за 40 гривен штаны, бля... Xbox Game Pass на других консолях Во время судебного разбирательства между Epic Games и Apple появилась интересная информация. Глава бренда Xbox Фил Спенсер планирует запустить подписку Xbox Game Pass на других консолях. В одной из раскрытых переписок Тим Суини беседовал с Филом Спенсером о текущей рыночной ситуации, где генеральный директор Epic Games просит отменить подписку Xbox Live Gold для Fortnite в связи с условно-бесплатной моделью игры. В этом же диалоге Фил Спенсер подтвердил, что еще не сдается и хочет выпустить Xbox Game Pass на других консолях. Неизвестно, какие устройства упоминала глава Xbox, но в сети уже давно ходят слухи о том, что Microsoft хочет предложить свой сервис на Nintendo Switch. Раз мы уже заговорили о Nintendo Switch, небольшая статистика. Как стало известно из недавнего финансового отчета Nintendo, общий объем продаж Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite по всему миру достиг отметки 84,59 миллиона единиц. Отличный показатель как для портативной консоли. Сценаристка Хейли Гросс раскрыла концовку The Last of Us часть 2, которая изначально планировалась. Далее вас ждет спойлер и если вы не прошли игру, то переходим по тайм-коду к следующему эпизоду. Финал изначально планировался более счастливым. Главная героиня после драки с Эбби возвращается на ферму, где берет гитару и играет. Первоначально Дракман и Гросс хотели, чтобы Элли не трогала музыкальный инструмент, а наткнулась на лежащую на полу игрушку ребенка Дины, подняв героиня кладет ее на свой рюкзак и покидает дом. Предполагалось, что игроки воспримут это более позитивно и однозначно. Она собирается искать возлюбленную. Но авторы отказались от такого акцента для того, чтобы сделать игру более мрачной, а финал открытым. В результате игрок не знает дальнейших намерений Элли. Как по мне, так данный акцент делан только потому, чтобы у игрока после прохождения оставалась нота недосказанности, которую он бы мог восполнить, пройдя новую часть. Новый сериал от HBO по эксклюзиву от Sony. Как утверждает The Hashtag Show, HBO совместно с Sony работает над сериалом по Bloodborne. Автор публикации утверждает, что видел сценарий и наброски художников, а также уверяет, что структурно шоу будет напоминать картины Raid режиссера Гаррета Эванса. Структурно сериал поделили на 8 эпизодов, в ходе каждого из которых главный герой будет участвовать в кровавых битвах с разношерстными монстрами и боссами из игры. Визуально сериал останется вверен серии Souls с ее мрачными тонами. Когда именно экранизация Bloodborne появится на свет, еще не ясно. Сейчас же создатели переделывают некоторые элементы сценария, которые не понравились Sony. Пожалуй, интересный бы получился сериал по вселенной Bloodborne, но для начала хотя бы ожидаем официальный анонс. Состоялся официальный релиз Resident Evil Village и средний балл на медакритике после 75 отзывов от критиков составил 84 балла. По техническим аспектам игра хорошо себя показывает на новом поколении PlayStation 5 и Xbox Series и, конечно же, ПК. Однозначно стоящий проект, в который необходимо поиграть всем любителям жанра. В мае месяце линейку игр платного сервиса PlayStation Now пополнят три игры. Beat'em Up, Street of Rage 4, Fighting Jump Force и ролевая игра в японской тематике Nioh. Все три позиции будут доступны временно и пока что неизвестно, когда именно покинет сервис Nioh. Но это еще не все. В рамках улучшения облачного сервиса Sony уменьшает стоимость месячной подписки PlayStation Now с 20 долларов до 10. Как бы мелочь, но приятно для тех пользователей, которые все же покупают PlayStation Now. Ссылка на гайд, как это сделать, в правом верхнем углу или в описании, ну, если ты не в курсе. Касательно скидок в цифровом магазине, то до следующей недели у нас имеется две активных кампании во главе с предложением недели. Жаркие предложения и также Золотая неделя. Главным предложением текущих 7 дней на этот раз стал Immortal Phoenix Rising. Дисконт минус 50% на обычное издание и Gold Edition минус 35%. Ждем следующую неделю обновления скидок и, конечно же, по классике жанра, небольшой краткий обзор на лучшие предложения. Смотреть вечно можно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как мои подписчики пишут комментарии. Победитель из прошлого выпуска, просьба обратиться ко мне в контакт, чтобы получить свой небольшой приз. Дорогие друзья, хочу напомнить, принимаем участие и, может быть, в следующем выпуске именно твой комментарий отличится и ты получишь небольшое вознаграждение в виде 5 соток. У меня на этом все. Огромное спасибо, что смотрели новый выпуск консольных новостей и обязательно скоро увидимся. Всем пока!